На проходной гонлёвого предприемства «Гомельская универсальная база» мобильная группа проезжает за 10 хвилин до початку работы и починает свою деятельность с проверки выпускного режима. Ты, кто споздняется, не вельми шмат, але усеяны берутся на контроль. Не глядячи на тое, что непосредственно на проходной знаходится маляунише оформленный стенд с текстом директивы об мерах по узмацнению громадской безпеки и дисциплины, для некого ён сдается немая ніякого значения. Целый широк порушения уявляется и подчас проверки стану работы с водителями, уже некальки месяцев никто з них не проходит контроль на наявность у организме алкоголю. А допуск, это удела у дорожным руху – завышайная формальность. Члены мобильной группы нагадуюць – это значное порушение, за якое отказных особ можно аштрафовать на сумму до 50 базовых велишинь. Вообще никаких вложений денег для того, чтобы устранить те рекомендации, которые будут даны мобильной группы. А, к сожалению, есть вопросы с трудовой и производственной дисциплины. А это основа основы. Чем будет больше порадка на производстве, тем лучше дисциплина, то будет выше производительность труда, и как результат лучше люди будут получать заработную плату. У складе мобильной группы – представники мясовых органов улады, профсоюзов, фонда социальной обороны, экологии, милиции, прокуратуры, министерства по надзвышайных ситуациях. На протягу прикладно полутора годин, кожна проверяя ситуацию у своей сферы. По рушению шмат, пришим их наявность следства у першую шаргу невыконания службовыми особами своих промых обовязков. Правда, не выключено, что некоторые из керовников по выниках проверки могут позбавиться своих посад, когда, скажут, человек не жадает опросовать, на что его утромливать и платить зарплату. Формально проведены инструктажи, в связи с чем? Это отдел хозяйственного обеспечения. В связи с чем? 15 человек прямо сегодня, прямо сейчас, создаёте приказ, отстраняете от работы. Предыдущий повторный инструктаж проводился 11.01.16, а тот, который формально 26.09.16, но ни одной подписи работников. Начальник ОХО поясняет, что он не успел собрать подписи. Задаю вопрос, какой порядок проведения инструктажей, ответа нет. Отдел логистики. Там водители, трактористы, значит, всего 26 человек. В протоколе проверки знаний ни одной подписи от этого года. Всех до одного отстранить. Большость выявленных подчас проверки порушению повинна быть ликвидована на протягу двух-трех дён. Хоть и после этого предприемства без уваги не застанется. У приватности не выключено, что универсальная база трапить у спецобъектов, уключенных у план проверки правоохонных органов у наступном годе. Всё, что будет записано в справке, будет немедленно устранено. Лица понесут дисциплинарную ответственность, ряд лиц будет освобожденных занимаемых должностей. От себя хочу заверить, ещё раз повторить, в кратчайшие сроки всё будет устранено. Олег Шинчуров, Ольга Коновалова, Валера Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова